Я приветствую вас на канале Аленин сад. В этом видео я расскажу не совсем обычный рецепт, не очень распространенную заготовку. Я расскажу о сиропе из бузины черной. Не в каждом саду есть это растение. И часто бывает даже, что оно есть, но владельцы не знают, что из нее можно приготовить. Нужно различать бузину черную и бузину красную. Бузина красная совершенно несъедобна и никому даже не приходит в голову употреблять ее в пищу. А вот с черной бузиной все не очень однозначно. Яд у нее содержится в косточках. Если взять только сок и мякоть бузины, то ничего плохого не случится. А заготовить эти ягодки стоит, потому что они дают потрясающе стойкий, красивый краситель. И если вы внимательно читаете упаковки с йогуртами, например, то вы заметите, как производители используют для подкрашивания своей продукции именно сок бузины черной. Поэтому мы ее сегодня и будем готовить. Для получения сока из ягод бузины я использовала не механический метод отжима, а так скажем, химический. Не все знают об этом способе, но его можно применять и для черной смородины, и для красной смородины. Это очень хорошо работает. В этом методе ягоды нужно положить в воду, ну приблизительно на одну часть ягод можно добавить две части воды. Нужно, чтобы ягоды были полностью погружены в воду. Затем в эту воду нужно добавить какую-нибудь кислоту, например, лимонную кислоту или яблочный уксус. Я добавляю на глаз приблизительно, я добавила 2 столовых ложки на тот объем, который у меня был. Дальше, руками я помяла ягоды для того, чтобы нарушить оболочки. И оставила на несколько часов эту массу. И через несколько часов и сок, и красители, все пигменты из ягод вышли в раствор. Нужно только процедить ягодки и дальше готовить сироп. Для приготовления сиропа на литр жидкости приблизительно, очень приблизительно, нужно взять где-то стакан сахара. Затем вскипятить этот сироп, покипятить его минут 5 и разлить по стерильным бутылочкам. В таком виде сироп будет храниться и без холодильника. Если вы все правильно сделаете, соблюдая все правила септики-асептики. И потом, этот замечательный сироп можно применять где угодно. Можно просто брать, разбавлять его водой и делать такой морс. Можно этим сиропом подкрашивать различные блюда из творога, из сметаны, молочные коктейли подкрашивать. В общем, куда угодно можно добавлять этот сироп. Тут вопрос возникает, почему нужно брать, например, бузину, да? Почему его используют в промышленности, этот сок? Потому что, во-первых, нейтральный вкус, если много уксуса не добавлять, когда сок вы получаете, то вкуса кислоты не будет никакого. Будет просто сладкий вкус, нейтральный. Он без запаха и без какого-либо вкуса, в принципе. Ну, то есть, запах и вкус это одно и то же. Если взять, например, черную смородину, то у нее такой насыщенный, интенсивный вкус черной смородины. И она очень кислая. Также ежевика, черника, все они имеют свой характерный для ягоды вкус. А вот сок черной бузины не имеет никакого вкуса. Поэтому добавляют его чаще всего в черничные йогурты, в которых черники никогда-никогда не было. Но цвет у йогурта получается совершенно черничный. Я надеюсь, когда-нибудь вам пригодится этот рецепт. Вы его вспомните и будете использовать. Подписывайтесь на канал Аленин Сад. Всего вам доброго и до свидания.